Всем привет мои хорошие, добро пожаловать на мой канал и у нас в гостях сегодня хозяйка бургер стейшн сегодня она представить нашему вниманию новый бургер да я сегодня пригласила айку на тестинг нового бургера и шаурмы который может быть будет у нас в меню вот посмотрите шаурму однозначно нужно брать в меню потому что она супер аппетитно пахнет чесночный соус просто я надеюсь что у меня сегодня никаких деловых встреч и все остальное не будет потому что мы сегодня будем яро вонять чесноком я думаю как минимум сегодня у нас есть гарантия что корона пройдет мимо понимаете с чего начнем начнем шаурмы я обожаю картошку фейвашу это просто что-то это произведение искусства реально вот я хотела бы немножко проинформировать людей насчет того что люди я вам честно скажу алька нас не рекламирует мне реально нравится у нас кушать как бы мне это приятно и даже порой она сама как клиентка покупает у нас за деньги и реальной еду и снимает блок я это клянусь этим хлебом честное пионерское слово я не продаю то что я не ем картошка просто вот наши картошки я хотела очень много компаний приходят к нам предлагают разную картошку мол название конечно идет как фри но это далеко не фри это наверно сумгаит полимер так не надо зажимать кетчуп пожалуйста дай сюда его но я надеюсь акции понравится он не мой по чуть-чуть давай общак давай я говорю что давай горюлька побольше чесночного соуса она мне горит бедный твой бойфренд нет вообще ему повезло что все он виталии вот так не менее я думаю что когда он увидит сколько я ем чесночного соуса откажется от меня факт что у меня останется будет стерильная девочка почему так час дня и мы до сих пор не кушали мы точнее мы хотели это снять в 10 утра я поняла что чисто у меня нет потенциала с полстром сколько есть потому что я должна проснуться должна там организм должен проснуться через час давай вот так потом я могу да опа сесть нормально поесть хочу мы все пришли надо естественно утром то что в объекте что такого большого что они помещаются жми его жми булочки когда надо нужно нужно так я сейчас буду говорить говорить а это там будет кушать потом получится что я прав у кого так у нас не челлендж дорогая да у нас не челлендж просто кушаем сначала я посмотрю как она питается может ли она много есть потом я буду с ней играть на деньги я опытный блогер видите а я чисто гражданинка честно что входит давайте нас больше информировать что входит сюда так здесь значит на что естественно наши фирменные булочки которые пекутся только для нас если сама себя буду рекламировать куриная грудинная как это из куриной грудинки хочу подчеркнуть когда люди видят котлету они думают почему-то там непонятные части вот это все типа мясной комбайн нет честно скажу я вообще капризная на мясо и на курицу на фарш вообще я бы закону то насчет этого я не могу есть когда он непонятно с чего на чистое грудинка естественно там есть специальный наш маринад шеф-повара здесь айсберг и специальный соус я люблю айсберг очень люблю айсберг вообще мне очень нравится по сравнению с просто листьями салата айсберг более такой фрейш он не мнется вот под температурой не не теряет вот свежесть свою по температуре и все такое мне все-таки айсберг прям совсем другая шаурма начала есть что это скажу для первого раза неплохо это наш эксперимент его пока нету в меню естественно сегодня айк я тебе честь дала сегодня ты знаешь ты пришла на фуд тестинг салфетки даю мало говорю салфетки даю пожалуйста видите я думаю я всегда за шаурмом потому что люблю шаурмом мне тоже нравится в баку лично для меня очень много шаурма но для меня все-таки шаурма спешил его это его соус это не майонез чесноком тупо это реально там целая процедура вы понимаете со стороны очень легко делать комментарии вообще люди когда собиралась с 30 сайта я думаю есть люди которые дают негативные комментарии элементарно мне обидно не как бы на свой адрес вообще total и да почему делать негативные но я понимаю есть если там адекватное мнение политика еще это окей это окей а есть когда конкретно вот негативно тут конкретно вот пишет да весь люди просто пишут негативные комментарии так скажу подписчиков тоже заметил я захожу на канал других блогеров и что там тоже они что-то негативные пишут сегодня как вы поняли тема не о чем мне просто интересно вот что ты сделал как в жизни как человек что ты из себя представляешь что ты можешь себе позволить написать вот такое как бы окей я делаю например вот это нет это делал например плохо но я хотя бы что-то делаю понимаете вот что делаешь ты что делаешь ты что сделал сегодня ты для страны что-то ответишь богу завтра я могу сказать что ты для страны сделала хорошую картошку при и бургер да и бургер если что на эти комментарии мне убивают конечно как вкус он прям течет там сочный зная он у нас на свое мнение честно потому что честно реально очень вкусно и это делаю для людей и фишка заключается в том что вот такой большой бургер вот так вот становится маленький потому что настолько мягенький утренняя булочка ребята это наш завтрак да я долго буду вспоминать я еще с утра смена тоже не надо было рано встать айка активно сегодня будет участвовать у меня в голове один номер я как будто этим мне иногда пишут ты чё как с голодного края и на раз африки у нас сегодня будет дикий сушняк после дикий из-за чеснока ой я привыкла да если я буду пить 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 как вкусно хочется знать что идет вот так может ты не будешь обрезать перчатки возьмешь их с собой тейковой проголодаешься захочешь еще попробовать бургер стэшн там три часа ночи когда это будет недоступно ты можешь обрезать перчатки вот такие идеи в японии очень этот кстати активно очень извращенно народе вам скажу при этом очень трудолюбивый вот они мне очень нравится вообще имела честь работать с корейцами вот с японцами где-то тоже сталкивалась совсем другой менталитет но это ясно но очень да вот трудолюбивые прям работают работают я обожаю и уважаю людей которые работают честно ненавижу ментяев вообще да ненавижу дармоедов потому что ты сама работаешь несмотря на то что у тебя ребенок постоянно здесь постоянно я люблю работать я думаю что я без работы я не смогу я наверно буду обычным я тоже так думаю человек должен давать продуктивность понимаете если ты адекватный нормальный энергичный человек если там мозгах что-то есть я думаю честно должен давать продукт здесь человек не дает продукт даже пассивного бычь можно слишком грубо это сказала я не знаю чтобы жить должен работать конечно вот сидишь дома то элементарно после ребенка сидела дома и понимала что судей деградирую конкретно дело не в том что я не хочу смотреть за своим ребенком или там что то нет конечно это самое прекрасное ощущение для человека для женщины вообще но все-таки я активный человек я должна выходить я должна знать что чем-то занимаюсь я должна знать что и полезно все-таки я не знаю и плюс у меня всегда должен быть мой свой собственный капитал вот я люблю все-таки зарабатывать свои деньги несмотря не там в детстве на родители не смотря сейчас там на супружескую жизнь все-таки я думаю что женщина вообще сама должна зарабатывать хоть копеечку но не всегда должна быть своя копеечка дай она не должна с протянутой рукой всегда надо опять-таки я как бы счастлива я буду только рада есть у всех будет отношение хорошим и шикарным это все отлично но нету никогда гарантия дело не идет там там к разводу или к чему-либо мало ли там проект закрылся человек остался без работы там не знаю не дай бог там разные случаи могут быть мы не можем себе представить все возможности жизни которые жизнь нам может подать из-за этого страховка всегда страховка ним нет у меня над головой ним бы ничего такого я вдруг крылья у меня какие-то появились я не в курсе не утренний день какой или это сила чеснока она жрет я болтаю господи так подождите тоже болтай пожалуйста очень вкусная картошка кроме этого я ничего не могу сказать сейчас почему картошка сейчас на доске здесь полкило картошка чтобы просто знали просто камера стоит немножко далеко поэтому кажется что как-то все маловато на самом деле если не так ребята айка пару штук берет половину сюда кидает в калифу да вы поняли на такие вещи дела а увидели здесь на халяву этот заберите потом посмотрите здесь на халяву сахар и зубочистки я заполнила свои карманы на завтрак она приходит к нам насчет соседки не надо не надо хорошо слушай у меня рот не открывается так теперь я понимаю почему такая худенькая почему много говорю мало я да нет вроде на работе на меня все знаете как смотрели типа дай дай да сейчас посидит покушать я реально я должна поесть блюдо какое-то тут на обед девочки поедут салатик там возьмем подпись икра столичную я тоже не понимаю таких людей убейте я не могу я просто не могу денег вот сейчас после ребенка вот это все я немножко так не так не совсем так не но раньше я когда работала я помню я конкретно должна что-то горячее именно поесть вот это должно быть там как минимум супчик или там я не знаю что такое да вот поесть какой-то салат и сэндвич во время обеда холодно это не уютно не вкусно для меня потому что я именно хочу или энергию поглотить я кстати заметила вчера что я поправилась на сколько на 3 кило но я похудею я решила снимать мукбанки утром и после шести не есть как тема идея может значит до 6 она будет 10 килограмм двадцать разных всячины после 6 она просто будет переваривать вот увидишь вот так переваривать после шести это как мы в тот день суши поели блин 120 штук я больше суши не хочу видеть я обожаю суши кроме сушеные я тоже обожаю суши но переедать что-то это вообще не хорошо а я помню один раз мы с подушкой сделали пирожки пять разных начинок итогов получилось где-то ну 150 про пирожков конце мы поняли что мы больше не можем смотреть на пирожки курска печалка когда чего-то очень много ешь и один раз снимала видео 130 крабовых палочек я съела все да но это было реально очень сложно и уже не хотелось кстати крабовые палочки это не крабовые палочки я знаю в комментариях писали что ты осталась жива после этой рыбешка мелкая скажем так отхода океана в лучшем случае каждый мелкая рыбка те кто не знают посмотрите how it's made есть передача как это сделано в общем собирает мелких рыб отхода от всех этих рыб соединяет красят в оранжевый цвет вот тебе крабовая палочка на это не крабовая палочка это не вкусно на самом деле настоящий крабовая палочка на смесь кингаляска краб одно щупальце минимум такого размера и реально это очень вкусно это очень вкусно я когда 130 съела мама подумала что все больше никогда в жизни их кушать не буду я превратилась крабу палочку съешь 130 крабов палочек превратись краба в конце уже реально не хотелось еще бы и кто-то подал эту идею брат у меня брат знаешь как вот так шаурму берет и вот так вот полностью в рот засовывает и глотает серьезно он вообще у него рост так открывается как у крокодила ай маша да я подумала может завещание какой-то брат хочет с тобой попрощаться поешь 130 крабов палочек прощай сестра как вкусно я кстати могу салфетки наверно хочешь нет что есть у меня я уже доедаю в отличать тебя я же болтату не болтаешь что воспользуешься тем что я болтаю так надо было спорить на деньги а мы же думали хотим поспорить помнишь то мы даже обсудили ничего все в следующий раз я тоже первый раз играем на твою квартиру я не дам я ничего я не так уж много ем как тебя ты его разрезала хорошие идеи кстати как тебе такие идеи в голову приходит автор идеи ты мне сказал мнение а а шаурме вот теперь будут для болта я поем очень вкусная картошка очень вкусно мне нравится чувствуется что действительно это не оси ли тут мы подписчики она живет недалеко от тебя я на что она один раз видела меня у тебя а меня у тебя нет нет пока нет я согласна вот этот вот букер сколько он тебя стоит его пока нет в меню я хочу его занести в меню я хочу немножко меню обновить если честно почему бы нет да шаурма действительно мне кажется это хорошей идеей шаурма тебе тоже понравилось да а картошка все-таки лучше все картошка на самом деле вот я уже 50-ый раз говорю вот картошка такая какая здесь нету нигде это панкейки блины потом вот все всякого непонятно мучное вот это выпечка что играем на твою камеру пишите в комментариях что нам снять в следующем видео и на что играть обязательно подписывайтесь внизу я оставлю ссылочку на burger station также ссылочка будет закреплена в комментариях обязательно переходите подписывайтесь знакомьтесь с ценами знакомьтесь вместо расположениями знакомьтесь реально очень вкусно ты большая молодец спасибо за приглашение спасибо тебе это как бывает ты недоела я поняла твои эти как сказать способные еще готовила вот-вот-вот-вот-вот учитывайте это пожалуйста наверно среди подписчиков есть кто умеет готовить или там тоже когда человек сам готовит немножко запах перебивает вот этот аппетит это все а я реально я люблю готовить у меня нету понятия что мол я хозяйка кафе или там я должна сидеть ногу на ногу поставить там просто смотреть на что я люблю участвовать на кухне обязательно одного ингредиента не одного продукта который взять готовить и без моего участия а вот так что пишите что вы хотите чтобы нам сняли в следующий раз я думаю что мы с айка еще пару видео сделаем что-то будем готовить может для вас процесс катодка может показать я думаю всем интересно почему мы снимаем здесь опять-таки это не с целью рекламы здесь просто удобно для нас есть определенное время когда здесь есть возможность нам снять обычно это утром да это ужасно по утрам стопы экономично мы не будем обедать мы не будем ужинать обязательно ставьте лайк этому видео подписывайтесь на бургер стейшн всем желаем удачного дня как говорит мой сын бай